Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу премудрости Соломона на библейском портале экзегет.ру. Сегодня мы читаем 12 главу. Итак, Соломон пишет. Нетленный твой дух пребывает во всем. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя, Господи. Вот эти слова, нетленный твой дух пребывает во всем, они, конечно, говорят о том, что Бог не оставил мира, что Бог не бросил его просто на какое-то там такое случайное существование, что в мире действует, не действуют только лишь слепые силы. Действительно, Бог, когда сотворил мир, Он в его основу положил законы, которые теперь работают. Они работают, потому что Он так повелел от начала, но в то же время Бог присутствует в мире и устраивает все так, как должно быть. Поэтому нельзя сказать, что где-то нет Бога или где-то что-то Он не предусмотрел. Другое дело, что если бы все время менялись законы мироздания нам в угоду, в этом мире невозможно было бы жить. Скажем, сегодня я иду по улице, и земля мне нужна под ногами твердая, чтобы я мог на нее наступать. Но если я падаю, я ломаю ногу или сильно ударяюсь о твердую землю, и это уже мне неудобно. Мне бы хотелось, чтобы земля была мягкая. Но если бы она была совсем мягкой, если бы не существовало твердых материалов, по ней невозможно было бы ходить, невозможно было бы ездить, невозможно было бы строить дома. Поэтому, да, законы мироздания существуют. Существуют законы физические, есть. И иногда их столкновение приводит к каким-то катаклизмам. Но в целом о мироздании нельзя сказать, что оно забыто Богом. Бог в нем присутствует, духом своим, и всем управляет. «Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, чем они согрешают, вразумляешь». То есть людей, которые от Бога отвернулись, ушли, Бог так или иначе постепенно стремится к себе вернуть, не носила их волю, но в то же время призывая их к себе. Вот Соломон приводит пример. «Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли твоей, совершавшими ненавистные дела, волхования и нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителями, убивавшими беспомощные души, Ты восхотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драгоценнейшая всех у Тебя, приняла достойное население чад Божиих». Действительно, известно, финикийские народы Ханаана приносили человеческие жертвоприношения, действительно, они массово убивали первенцев, посвящая их Богу Малоху и разным другим богам, действительно, это были очень жестокие культуры с массовыми человеческими жертвоприношениями, и Бог, возвращая евреев на землю Авраама, Исаака и Иакова, руками этих людей, да, вразумляет и губит вот эти очень жестокие, сегодня просто непредставимы для нас жестокие культуры, потому что, конечно, сегодня, когда мы, особенно, да, такая наша цивилизация сегодня детоцентричная, мы, в общем, беспокоимся о детях, мы переживаем, когда они болеют, нечто невероятное происходит в душах родителей, когда ребенок, например, погибает, и представить себе, что есть культура, которая на постоянной основе, в качестве нормы, видит детоубийство, сегодня, к сожалению, мы, да, и в нашей стране, и вообще в мире происходит большое количество абортов, и они не должны быть никак оправданы, и, в общем-то, являются, естественно, человекоубийством, но женщина, по крайней мере, может сказать, что она не видит этого ребенка, или еще что-то подобное выдумать, а здесь уже новорожденное, новорожденного ребенка, уже даже несколько подросшего, того, кого мать уже и может прижать к груди, и может кормить, и может радоваться ему, да, несли и сжигали вот в очреве этого истукана, молоха, принося его в жертву. Для нас сегодня это нечто невероятное, тем более, что, как говорят археологические исследования, все это было в огромных количествах совершаемым. И вот Господь восхотел их погубить руками иудеев. Дальше что же пишет Соломон? «Но и их, как людей, то есть он не говорит, это были нелюди, да, как людей, ты щадил, послав пред течами воинство твоего, шершней, дабы они мало-помалу истребляли их». То есть было некоторое наказание. «Хотя не невозможно было тебе войною покорить нечестивых праведным, или истребить их страшными зверями, или грозным словом в один раз, но ты, мало-помалу, наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное, и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки, ибо семь их было проклятое от начала, и не из опасения перед кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их». То есть даже такая жуткая цивилизация, в которой явно присутствовали человека ненавистнические культы, даже она в итоге не была уничтожена Богом сразу, даже таких людей, которые с точки зрения Соломона не могли покаяться, не могли измениться, потому что, как он пишет, ты знал, что зло их было врожденное, и помышление их никогда не изменится. Даже таким людям Бог посылал наказание для вразумления, чтобы они, если это было возможно, все-таки раскаялись, да, мало-помалу наказывая, давал им место покаянию. Настолько Бог снисходителен и человеколюбив, и не радуется погибели ни одного существа, какое бы оно ни было, потому что для него это все равно его чадо, чадо Божие, которое заблудилось, оказалось пленено грехом. Ну, как скажем, сегодня, когда мы видим человека, совершенно уничтоженного зависимостью, наркоманией, алкоголем или чем-то еще, который совершает жуткие преступления, который может быть невероятно жестоким, и совершенно видимым образом потерять просто практически полностью человеческий облик, мы понимаем, что в других обстоятельствах это был бы другой человек, может быть, он был бы способен на вполне счастливую жизнь, просто так сложились обстоятельства, где-то и он совершил неправильный выбор, где-то ему было трудно его совершить, и нам это не видно, нам это неизвестно, поэтому мы оцениваем то, что мы видим, и бываем очень жестоки в своих оценках, а Бог видит все и знает все, и поэтому к таким людям он все равно их любит, и он снисходит к ним и стремится им помочь и направить их на верный путь. «Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему, или кто обвинит тебя, и кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил, или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей, ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение обо всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил». Просто нет другого Бога, который так любил бы людей, и вообще нет другого Бога. Но даже если для Соломона он сравнивает с Богами других народов, и он видит, что так, как израильский Бог любит всех людей, сразу становится понятно, что он им настоящий Бог, он им настоящий отец. Как, собственно, в самом известном суде Соломона, одна мать говорит, «Ладно, делите пополам, пусть ни мне, ни ей не достанется», а другая говорит, «Пожалуйста, только не убивайте ребенка, пусть он достанется ей, но будет живым». Вот тот, кто заботится, вплоть до жертвы, о ребенке, тот и есть настоящий отец. И вот Бог заботится о людях, так, как не заботится с мифологической точки зрения ни один из этих ложных богов у иных народов, о которых говорит Соломон. «Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания». То есть Бог не осуждает человека, если он не заслуживает наказания. Но даже если он заслуживает наказания, мы видим, как Бог это делает. Бог все равно постоянно подает возможность для покаяния и спасения. «Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех». Снова та же мысль, которая была в предыдущей главе. «Обладая всем, имея власть над всем, Бог не становится более жестоким, а наоборот становится более щедрым и снисходительным. Сила, которой ты господствуешь, располагает тебя щадить всех». То есть чем ты сильнее, а ты всесилен, соответственно, у тебя, в тебе больше не стремление уничтожить, не стремление наказать, а стремление помиловать и снизойти, щадить всех. Вот это очень важно, да? Соломон подчеркивает. Хотя народы вокруг живут очень жестокие и очень разные, Соломон прекрасно все это знает. Он мог бы сказать «щадить хороших, щадить добрых, щадить справедливых». Нет, он просто говорит «щадить всех», потому что Бог знает, что с этими людьми происходит, как они гибнут в этих своих страстях и заблуждениях. «Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему и в непризнающих тебя обличаешь дерзость. Но, обладая силой, ты судишь снисходительной и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество твое всегда в твоей воле. Но такими делами ты поучал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушал сынам твоим благую надежду, что ты даешь время покаяния во грехах. Ибо, если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказывал с таким снисхождением и пощадой, давая им время и побуждение освободиться от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований». То есть для Соломона это поразительно, да? Он говорит, если ты так человеколюбив к врагам своего народа, то естественно, что ты очень внимателен к собственному народу, к тому, кто верился тебе, к тому, кто когда-то на горе Синай согласился жить по заповедям и услышал, если ты будешь это делать, то я буду твоим Богом, а ты будешь моим народом. Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех из животных, которые у врагов были презренными. То есть мы видим, что Бог не вносит какого-то специального, дополнительного наказания в жизнь этих людей, просто Он оставляет их в их свободном выборе, они сами решили жить вот такой греховной, нечистой жизнью, и для Него, естественно, не нарушать их свободы. Поэтому они выбрали все эти нечестивые культы, выбрали поклонение всем этим мерзостям и животным, и они собственными мерзостями и наказывались. То есть их собственные грехи приводили их к плохое и физическое состояние, и психическое состояние приводило к войнам, самым разным настроениям, и люди наказывались собственными поступками. «Посему, как неразумным детям, в посмеяние послал ты им и наказание». Здесь посмеяние не как сверху вниз так поглумиться над грешниками, здесь раскрывается идея постыжения, то есть когда человек на что-то надеялся, а эта надежда оказалась тщетной, и он в стыде. И вот они надеялись на этих богов, на эти мерзости свои, на эти жертвоприношения свои жестокие, а в итоге все это не сработало, и жизнь их стала только хуже. И вот ты в посмеяние послал им и наказание. Но, невразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий. Даже то, что должно было привести их к покаянию, не привело. «Ибо что они сами терпели с досадой, тоже увидев на тех, которых считали богами, и через которых были наказываемы, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать. Посему и пришло на них окончательное осуждение». То есть они терпели некоторые невзгоды, потом эти невзгоды пришли на их же богов, на всех этих истуканов, которые гнили, ржавели, страдали от каких-нибудь наводнений и всего прочего. И они видели, что все эти идолы, которые разрушаются от землетрясений, то есть одинаково страдают с людьми. Боги же не должны страдать одинаково с людьми, а эти истуканы все страдали. Землетрясение прошло, рухнула статуя, раскололась. Ты вчера молился ей, и она сегодня совершенно беспомощные куски камня. И Соломон говорит, когда они видели, что идолы не могут за себя постоять и никак не могут себя защитить, они понимали, что это истинный Бог действует, что есть истинный Бог, которого прежде они не хотели знать. И эти люди, которые знали, но не покаялись, не обратились к Богу, в итоге пришли к тому, что на них пришло окончательное осуждение. То есть они уже узнали, что Бог есть, узнали, что Он прав, но отказались идти за Ним и были осуждены. Дай Бог, чтобы с нами такого не было. Всего доброго.